Максим, мы с вами часто обсуждаем бриллианты. Вы всегда повторяете, что Антверпен это алмазная столица мира. Почему как так сложилось? Антверпен это и алмазная, безусловно, и бриллиантовая столица мира. Алмазы не ограненные камни по-русски. 80% всех камней мира, в том числе российские и якутские, попадают в Антверпен. Затем отправляются на огранку и 50%, то есть половина уже бриллиантов, снова возвращаются в Антверпен. Но Антверпен это не только биржи, хотя единственная алмазная биржа именно в Антверпене и еще три биржи бриллиантов. Это единственное место, где есть банковская система, направленная именно на торговлю бриллиантами, которые знают этот бизнес, которые умеют оценивать риски. Это транспортные компании, страховые компании, которые тоже знают этот бизнес. Это самое большое в мире научное учреждение. И разница с очень хорошими научными учреждениями, например, в Израиле, потому что, с моей точки зрения, Израиль это второй бриллиантовый центр мира, то, что в Израиле более прикладные и совсем прикладные в ЖИА, которую так любят под влиянием американской пропаганды. Разница как между институтом министерства и институтом Академии наук. Институт министерства занимается прикладными вопросами. Через шесть месяцев нужно дать решение, Академия наук может развивать науку. Потому что нужно же не только находить бриллианты, нужно уметь их обрабатывать, нужно уметь их гранить, нужно уметь распознавать подделки, которые с каждым годом становятся все более и более изощренные. Что значит уметь гранить? Если раньше, найдя камень, старались выделить из него самый большой, все остальное шло в порошок, то теперь вырезают самый большой камень, остается несколько кусочков, из них камни поменьше, и из этих остатков снова выделяют. То есть рендемант, я забыл, извините, по-русски слово. То есть отдача от алмаза должна быть максимальной. Сейчас теряется порядка 4% от общего веса алмаза. Это, пожалуй, главное, что это не просто торговля, это еще и наука. Ну и, конечно, все лаборатории, все хорошие и лаборатории среднего качества на основе вот этой вот науки могут... Кстати, вы понимаете, что ведь все эталоны, с которыми сравнивают поступающие на экспертизу алмазы, поступают из Антвербена, потому что там можно найти все. То есть эталоны того же «Ж» или «Г» поступают именно из Антвербена. Так началось в 70-е годы и так продолжается до сих пор. Скажите, а если сравнивать Антвербен с другими значимыми в этом бизнесе, местами, такими как Амстердам, Израиль, Нью-Йорк, сейчас Азия, в чем радикальное различие? У каждого есть своя специфика. Ближе всего Амстердам, и тут проще всего ответить. Еще в 70-е годы Эдди Влэс Драйгер, на мой взгляд, самый именитый, самый знающий эксперт в современном мире по бриллиантам, сказал, что с 1958 года в Амстердаме больше нет ограничений. И это правда. Торговля бриллиантами в Антвербене находится в руках примерно 1800 фирм оптовых, мелкооптовых, розничных. В Амстердаме всего четыре. В Амстердаме очень хорошо поставлено маркетинг и продажа в розницу. В магазинах, которые называются фабрика, биржа, сначала провозят на лодочке, потом заводят туристов туда. То есть сейчас это только продажа. Там нет огранщиков, там нет никакой оптовой торговли. Все приводится из Антвербена, благо. Недалеко всего два часа езды. Израиль – это очень хорошие огранщики, это хорошая прикладная наука. В Израиле специализируются на больших камнях фантазийной форме, то есть любая, кроме круглых. 80%, напоминаю, камни стараются огранить в круглые, потому что они больше всего блестят, но и у фантазийных форм есть свои достоинства. В Израиле очень много оптовых фирм. Я считаю, что Антверпен просто больший объем дает. И банковская система в Антверпене, она в частности связана с Израилем, но Израиль, наверное, находится на втором месте. Стоит обязательно упомянуть Нью-Йорк. Нью-Йорк – это только продажа, но в том числе оптовая продажа, просто потому что Соединенные Штаты потребляют много бриллиантов. Это хороший рынок. Что касается Азии, вы знаете, есть Дубай в Эмиратах. Дубай был создан как островок богатства. Там продают в розницу, продают мелким оптом, там нет огранщиков, там нет реальной биржи. Но, тем не менее, я считаю, что Дубай – это неплохо. Туда, кстати, много с территории бывшего Союза ездят из Средней Азии в силу разных причин. Что еще можно сказать? Индия. Индия – это очень интересно. Когда-то, давным-давно, когда цветные камни, в том числе алмазы, были в Индии, там умели гранить. И когда в 70-е, 80-е годы понадобилось дать больше бриллиантов, в те времена только натуральных бриллиантов, на рынок, потому что появился спрос со стороны людей не очень высокого достатка, из бывших бриллиантов, алмазов индустриального качества, стали выделять камни получше из этих и гранить их именно в Индии. Потому что там уже был какой-то навык, и потому что в те времена в Индии сохраняется до сих пор очень дешевая рабочая сила. И они создали хорошую гранильную промышленность. Сейчас они вышли и на оптовую торговлю. В Индии специалист может купить по хорошим ценам. Я не уверен, что легко будет непрофессионалу купить и не ошибиться. Все-таки это специфика азиатского рынка. До сих пор большие камни, круглые, гранят прежде всего в Антверпене, и фантазийные формы прежде всего в Израиле. Просто потому что ответственность слишком велика. Если что-то случится с камнем, это большой ущерб. Легче спросить с жителей Израиля или Бельгии. И, наконец, Гонконг. Честно говоря, мне не очень понравилась торговля бриллиантами в Гонконге. Я понимаю, что есть своя специфика во всех местах. Но все, что мне показывали, даже если я представлялся, объяснял, кто я, все равно соотношение цена-качество было странное. У меня есть подозрение, что значительная часть камней, которые продаются там сертификатами, не всегда соответствуют этим сертификатам. Но надо вспомнить историю Китая. Еще 2000 лет назад они изготавливали статуэтки предыдущих эпох и закапывали их в землю на несколько лет, а потом находили и продавали как античность. Это особенность Азии. Вот, пожалуй, все. Цветные камни – это еще Таиланд, но прежде всего Бангкок. Но бриллиантов там практически нет. Вот и все. Продолжение следует...